Активность задавать не просто по кругу, а вот туда, вдоль позвоночника, вверх. Не-не-не, это просто, смотри, ты делаешь как, вот так вот, получается, ты его как бы туда, в одну сторону себя взрываешь. А вот здесь какое-то такое движение, и быстро быстро снять движение шейного отдела. Угу, молодец. Есть? Конечно. Я не вижу, что это такое, что... Так, теперь тоже самое, смотри, ты прям можешь вообще вот эту часть делать. Это можно делать сображение вот этой части. Камеру у нас не получится ближе показать. Покажем. Вон, потом. Теперь, смотри, то же самое ты можешь сделать вот здесь. И еще вы поменяем с той стороны, чтобы удобнее. Потому что здесь захватывать неудобно. Я буду задевать его черепу, что-то не надо. Меняй руки. С этой стороны подъезжаешь. Правой рукой. Небольшую, как бы лимбическую. Вращательное движение круговое. Еще где можно? Еще можно сюда. Быстро растет. Если надо, быстрее его прицепить. Я вставаю уже посередине. Ну вот, к тому, что мы делаем сейчас. Я ее сейчас очищаю. Чем? Я ее… Давай его усилим. Как ее усилить? Полностью. Вахтем, тебе нужно масло. Так, хорошо. Мы только тут не убирать ничего не будем. Ага, все. Понимаешь? Вот этот универсальный валик. Это, можно сказать, очень хорошее. То есть, им надо крутить по этим. Не крутить, а вот. Он у меня такой на ролике. Я знаю, ты не слышал. Я тебе не дал локоть смазать, да? Нет, я нормально. Локоть смазал. Давай теперь, смотри. Дальше. У нас дальше будет идти техника чуть выше. Получается локти, да? Смотри. Теперь, просто поменяй руки. Эта ладонь будет, а эта у тебя от ребра идет до локтя. Так тебе будет удобно, потому что, смотри, плечо большое, достаточно мышечное. Вот. Сколько надо? Убязайся. Минут пять. А здесь, в эту сторону? Да, вот так вот. Да, да, да. Можешь поменять. Тут, уже смотри. Эту ладонь, а эту локтяну. Поменяем вот так все вещи. Будем лучше. Ох, крестца. Меняй, меняй. Где удобнее, там и меняй. Одну ладонь, а эту локтяну. Вот. Представляете все время забываешь. Видишь, у меня билеты не остались. Теперь, не стесняйся, двумя локтями прямо берем и идем параллельно. Слишком натяжение большое. Да. Пальцы, если мешают, можно в кулачки держать. Нет, не так. Старайся параллельно. Для этого нужно, чтобы движение было лучше, надо днуться ниже и сесть глубже. Моги расстать еще. Да, да, да. Угу. Понятно. Видите, это же не больше. Я не знаю. Так, но это только по однополовине идет или это по всему уже? Вот, смотрите, да. Тут есть нюанс. Дело в том, что у людей разные позвоночники. У кого-то он, бывает, выступает, да. Нам, ни в коем случае, не задевать позвоночник его, тем более локтями. Соответственно, наше движение должно скользить мимо позвоночника. Вот здесь хорошо, вот мышцы, да, прорывные, они достаточно большие. Мимо позвоночника, как бы по диагонали, но вот так вот скользим. Александр, можешь это поближе снять, я покажу, как с позвоночника? Начину. Просто как бы в ракурс сюда. Включено, да? Маша, смотри, небольшой нюанс. Когда мы работаем локтями, да, чтобы они шли параллельно, чтобы лишнее как можно ближе к груду. Я сажусь для этого глубже. И у меня хват получается более плотная с телом человека. Видишь, могу добавлять еще вращение, про которое я тебе говорю. Можно с кулаками, если пальцы мешают, да. Но тут есть такой нюанс. Вот опять же, смотри, здесь мы работаем вот в эту сторону, здесь работаем в фронтальной поверхности, а здесь работаем вот с этими душевыми мышцами вот в эту сторону. И обходим вот этот гребешок вот в эту сторону, да. Но заметь, я не касаюсь позвонка моего движения, позвоночника не касается, видишь, где начинается. То есть до этого я как бы внедряюсь из воздуха в глубь его мышцы. Стараясь проникнуть не просто скользящим движением, да, а как бы туда, глубже. Люди бывают разные. У кого-то позвоночник выступает, вера, да. У кого-то вот в данном случае нормальный позвоночник, мышцы больше. Поэтому стараемся ни в коем случае не задевать его. Особо локтями, это больно. И это непрофессионально. Поэтому старайтесь вот такими движениями внедряться в него. Так, а ты работай с этой половинкой. Угу. Здесь прям вот этот участок, там прям такой кайф вообще. Я зададелал, как-то все улетают. Становись глубже, сказал. Только я делаю глубоко. Моги расставь, расставь. Ты будешь. У нас еще все понимание. У нас еще все нет. Нужно поставить себе до 70. Угу. 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 Надо, нет. Как хочешь. Как там? Угу. Олег. Ну, обоев снимаем. Я буду показывать, что вы заработаете уже. Да. Снимаю обоев, да. Или обеих. В общем, двоих. Особенно, когда говорит Татьяна, снимай ее. Общий план. Когда я говорю, я снимай меня. Когда мы говорим про какую-то частную область, да, прям стараюсь туда приблизиться, чтобы было видно руки. Хорошо? Да. Дело в том, что у Татьяны подготовка немножечко другая, поэтому я ей даю другие немножечко техники более. Ну, тоже вперед зашла, да. Ну, это естественно. Нам же надо еще с Максимом. А вот с молодыми, да, надо отрабатывать. Давай, знаешь как. Заканчиваем, и сейчас буду на тебя отрабатывать. Максиму же тоже надо отрабатывать. Покажи еще локцами. Ты что-то локцом не доводишь до конца. Поможешь косточкой ему дать почувствовать твою силу? Максим, ты силу чувствуешь? Нет. Она не работает с телом. Она, видишь, даже на ногах не стоит. Опять я тебе несколько раз говорю. Пересядь чуть-чуть. Как будто ты ложишься на этого Максима. С руками. Да, как будто ложишься, да. Она еще себя держит на расстоянии. Она даже не хочет подвинуться. Подвинься бедрами на кушетку. Просто облокотись по-за нее. Через нее. Ага. Ничего, ничего. Вот так вот люди и учатся. А как вы хотите? Пока найдешь правильную точку, ты пойдешь всю воду. А? Или сам. Нет, так все равно задача учителя максимально приблизить. Ну, я никто не учил. Ну, зайка. Тебе много? Ну, как мне это самое? Само удалось. По тайскому массажу мне просто запомнилось, как учитель сказал, что вы должны всегда всем телом работать. И всегда ложиться. Руками. То есть, все тяжело вместе. Да, теперь нормально. Я сейчас об этом еще скажу. Да. О том, о чем говорит Татьяна. Теперь, смотрите. Уже розовый цвет спадает. Но я его своими руками чувствую, насколько он действительно прогрелся. И насколько у него увеличился. Вот видишь, турбор кожи. Вот тут уже можно сделать нюансы. Потом посмотрим. Насколько увеличилось кровообращение. Я обычно говорю, чтобы позитивно немножко клиента приподнять. Духом приободрить. Особенно, когда бывают чужие люди. Они иногда закрыты. Такие приходят. Сейчас психологически. Да, они готовы. Я говорю. Ну вот. Я тебя поздравляю. Ты приобрел наконец здоровый румянец на всю спину. Это же супер. Это класс. Подтверждаешь? Максим, все. Давай вставать. Немножко мы можем на них помочь. Или он сам себе помогает. Одеться. Вот. Руки теперь надо вытереть, да? Или помыть? Ну, помыть тогда. Помыть тогда. Поменяемся. Сегодня камера с этим. С флешкой, а не с жестким диском, да? Я не знаю. Наверное, с жестким диском. Да нет. Это не так. Это сейчас выключено? Нет, еще не выключено. Ну, пока выключай сейчас. Наверное, это с флешкой. Хорошо, хорошо. Все равно мы их тут оставим для нашей камеры, чтобы они все приписали. Сами мы можем приписать. Да, с флешкой. В микрофе написано. Только я не вижу, где она. Где флешка, я не понимаю. Там флешка такая сложная, дурацкая. А, есть. Внутри здесь стоит, да. Ага. Внутри их флешка. Ты возьми у них эту флешку сам перекачать себе. Ну, хотя тут, наверное, тоже есть кат-ридер. Ну, или кат-ридер. Есть тут. Здесь нет. Я могу вам не искать. А почему опять запись идет? Уже ее убрал. А, нет. Уже с собой. А. А. Это кто, с оживлением, разогрелся, не пришлось встать? Нет. Так, мы тебя находим просто. Маша, ты стесняешься? Да. Добро пожаловать. Да. Еще. Да, даже всегда еще. Согласно. Что-то настройки такие хитрые. Да, лечебная, чувствная музыка. Еще ниже ты что-то в голову намечаешься. Вот так в доме, да? Какого.